при помощи компьютеров и, конечно же, стал героем многочисленных компьютерных игр. В этом году F-16 отметит свое 25-летие. Революционный для своего времени, он держит марку и сегодня. Легкий, маневренный и технологичный американский Fighting Falcon, боевой сокол, остается главным истребителем НАТО и по сей день. F-16 Fighting Falcon, боевой сокол, на сегодняшний день один из самых массовых маневренных истребителей в мире. Его изящные силуэты и акулья форма воздухозаборника запоминаются сразу. Идея создания этой машины родилась в 60-е годы. Опыт использования истребителя F-104 Starfighter и многоцелевой машины F-4 Phantom показал, что они не обладают характеристиками, необходимыми для ближнего воздушного боя, с более легкими и верткими мигами. Поэтому F-16 закладывался как анти-миг-21 и как дополнение к тяжелым истребителям F-15. В конкурсе на создание новой машины участвовало 9 фирм. В результате в лидеры вышли General Dynamics со своим проектом 401 и Northrop с проектом R-600. С самого начала было ясно, что в серию пойдет 401. Дело в том, что General Dynamics начала работы над новым истребителем еще в 1968 году. До того, как 401 машина появилась в металле, конструкторы этой корпорации меняли конфигурацию планера и фюзеляжа самолета 50 раз. Инженеры продували прототипы в аэродинамической трубе тысячи часов. Они добивались максимально высоких характеристик, необходимых именно в ближнем, маневренном бою. Особенностью F-16 стала так называемая интегральная аэродинамическая компоновка. Крылья не примыкали к корпусу, а по сути сливались с ним. Необычным был и подфюзеляжный воздухозабор. Первые полеты экспериментального F-16 состоялись в феврале 1974 года. Они показали, что у машины большое будущее. Боевой «Сокол», в отличие от своих предшественников, мог разворачиваться буквально на пятачке и обладал высокой вертикальной скоростью. Все это делало новый самолет грозным противником милы. В F-16 было революционно все. В кабине истребителя впервые установили боковую ручку управления. Она расположена не между ног, как это было еще со времен братьев Рай, а справа, что значительно облегчило пилотирование при больших перегрузках. Приборная доска «Фолкона» напоминала кокпиты космических истребителей из «Звездных войн». Испытания продолжались еще пять лет. И только в 1979 году боевой «Сокол» начал поступать на вооружение. Птица получилась невероятно легкой и при этом сильной. Масса пустого самолета была немногим более 8 тонн, а максимальная боевая была почти в два с половиной раза выше, почти 20 тонн. Это означало, что F-16 мог не только вести ближний бой с истребителями противника, но и использоваться в качестве ударной машины на больших расстояниях. Последующие события это подтвердили. Спектр возможностей «Малыша» оказался необычайно велик. В 1979 году СССР не обладал машинами, которые могли достойно противостоять файтинг «Фолкону». Работы над истребителями четвертого поколения у нас велись с явным опозданием. «Соколы» стали поступать как на вооружение США, так и их союзников. Обладателями этой машины стали 17 стран. И уже вскоре «Сокол» начал показывать свои когти. В 1981-м израильские F-16 скрытно прорвались вглубь Ирака и уничтожили центр ядерных исследований Близбагдада. В 1982-м «Соколы» схлестнулись с сирийскими МиГами-23МФ. Это были тяжелые и не слишком совершенные самолеты. На два сбитых «Сокола» пришлось шесть МиГов. По сравнению с машинами ОКБ «Микояна» F-16 имел ряд достоинств. Лучшую горизонтальную и вертикальную маневренность, более совершенную электронику, в том числе и радар. С ракетоманией в военном авиастроении США покончили раз и навсегда. Скорострельная шестиствольная пушка доказала, что она лучший друг пилота в бою на малых дистанциях, когда бесполезны самые совершенные ракеты. Файтинг «Фолкан» F-16 оказался настолько передовым, что американским ВВС пришлось заказывать у «Дженерал Дайнемикс» разработку новых принципов воздушного боя. А «Железный малыш» продолжал проявлять свой нрав. В 1982-м восемь сирийских Су-22 попытались нанести удар по израильской территории. В молниеносной схватке «Фолканы» уничтожили семь из восьми самолетов противника. Во время войны в Афганистане пакистанские F-16 нередко встречались с нашими штурмовиками и вертолетами. В ходе одной из таких встреч лейтенантом Атером был сбит Су-25 Александра Рудского. Нашего летчика спасло хорошее бронирование штурмовика. Крыло от Су-25 Рудского стоит на него ворот базы «Камра» близ Ислабабада. В конце афганской войны советские ВВС располагали уже самые совершенные версии МИГа-23 – МЛД. Она уже на равных могла бороться с F-16. И даже несколько превосходила американца по скороподъемности. Впервые противники столкнулись весной 87-го в районе афгано-пакистанской границы. Тогда победа досталась МИГам 122-го истребительного полка, который базировался в Баграде. Бой закончился гибелью одного из пакистанских F-16А. 13 сентября 1988 года четыре пакистанских F-16 вступили в бой с четырьмя советскими МИГами-23. Ведущий пары сбил два МИГа, причем один из перевернутого полета в крене 130 градусов. Но боестолкновение закончилось в целом ничью. Пакистанцы также потеряли два самолета. 27 декабря 1992 года «Сокол» сбил иракский МИГ-25 с первого пуска. Однако в ходе бури в пустыне F-16 не встретили в воздухе ни одного противника. Все воздушные победы достались F-15, которые обладают более мощным радаром и видят цели на большем удалении. Всего за годы своего существования «Фолконы» сбили в воздушных боях 60 самолетов. Их потери были втрое меньшими. Примерно еще столько же «Соколов» погибло от огня зенитных ракет и пушек в ходе двух иракских войн и боевых действий на Балканах. Чаще всего оппонентами F-16 были машины третьего поколения, не обладавшие возможностями их скоростного белкого противника. Сегодня, несмотря на почтенный возраст, F-16 продолжает нести службу в армиях многих стран мира. Видимо, не зря в свое время инженеры General Dynamics выбросили на свалку 49 прототипов планера Fighting Falcon. Продолжение следует...